Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 22 марта, день 40 мучеников севастейских. Память святых 40 мучеников. Это случилось в армянском городе Севастии. Полковые воды Агриколая находились воины числом 40 из Каппадокийской области, которые составляли почетную дружину, благочестиво веровшую во Христа Бога и отличавшуюся непоколебимым мужеством, всегда непобедимым в делах ратных. Их заставили принести жертвы ложным богам. Получив отказ, были жестоко мучимы, им перебили молотом голени. Этот день называли сороки жаворонковым. Говорили, что на день сороки ночь равна дню, и можно весну встречать. В это же время прилетали первые жаворонки. Поэтому хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста, которые по форме напоминали жаворонков. Головки и крылышки смазывали медом. Эти булочки нужно раздавать детям и есть самим, чтобы птицы прилетали быстрее, а значит и весна приходила. С 22 марта начинали считать утренники. Утренние морозы. Они могли продолжаться 40 дней. А потому говорили, что с 22 марта наступают сороки. То есть 40 дней. И если морозы длились в плод до зосима пчельника, это 30 апреля, считалось, что лето будет солнечным и теплым. В этот день молятся сорока мученикам севастийским, чтобы родные и близкие люди целыми и невредимыми вернулись с военной службы. Приметы. Если день сегодня теплый, то 40 дней после будут теплыми. И наоборот, холодными будут заморозки. Ласточки прилетели раньше к богатому урожаю. Чайки кружатся, ждели дохода. Сильный мороз к хорошему урожаю. Проса! Вот сейчас я иду довольно-таки быстро. То есть, так как у меня часы, чтобы за 11 минут уложиться в один километр. Обычно дожит, дожит, дожит. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Дожит не в 11 минут, а в 12 минут. То есть, это уже существенная нагрузка. Ты еще не бегишь, но уже ноги более мощно работают. Ты чувствуешь, как голень, бедра сокращаются. Спина уже по-другому работает. Естественно, сердцебиение. 104. Дыхалка начинает. Вот такая работа на суставы, голеностопы. Особенно чувствуется, как заработали руки. Движутся туда-сюда, туда-сюда. Что значит регулировать ходьбу, повысив интенсивность? Ну, посмотрим, за сколько я пройду. Я так взвинтил темп. Захотелось мне из 12 минут выйти на километр. Хотя бы один кружок, то есть один километр. Осталось, ага, 4 километра за 10-11. О, то есть как раз я думал, километр выйти из 11 минут. Хорошая должна быть нагрузочка, темп. То есть, видите, как я дал. Ох, я дал, дал. Как я горд сам собой. А ведь могу же. Но для того, чтобы такой темп выдерживать, надо себя побуждать к таким активным движениям. А сейчас я слегка сбавлю. И как раз до часа я еще тут... То есть, чтобы час у меня тренировка была времени. Там еще пройду метров 800. О, то есть, что-то... О, то есть, что-то... Я смотрю на детей, как они бегают. Сказали, ах, бежите. И вот они, бедняжки, топают. Даже в ходьбе необходимо на пяточку ставить, на пяточку. С пяточки на носочки толкаться. То есть, чтобы мягкость была, чтобы вот этого не было. А так вы пойдете как раз так, как надо. Физиологично. У вас заработает голень. Вот. В голени находятся сосуды венозные, которые имеют такие полулунные клапаны. И вот эти полулунные клапаны прекрасно работают и поднимают кровь снизу вверх. За счет того, что идет перекатывание с пяточки на носок. С пяточки на носок. А когда вот так вот, это нагрузка вообще, ударная нагрузка на все суставы. И после таких пробежек можно стать больным. Особенно это в пожилом возрасте. Поэтому, хоть ба, хоть ба. Вы можете настолько взвинтить все свои физиологические параметры. И при этом регулярно задавать нагрузку, которую вы просто-напросто не сможете выдержать в беге. Не готовы. И думайте, сейчас я тут пробегусь, оздоровлюсь. Не тут-то было. И после этого, как бы сказать, бега, человек надолго отбивается у него охота. Еще там бегать, заниматься чем-либо. Кстати, и обувь надо подбирать соответствующую. Для, там бога, для кросса, для прогулок. Чтобы она так подошва немножечко пружинила у вас. Чтобы, смотрите, каблучок такой был хороший. Ну, естественно, чтобы она там не потела. Одевайте обязательно носочек. За 10.59 вошел. И второй круг. Километровый я вошел меньше 11 минут. Очень хорошо. Дыхание обязательно. Обязательно дыхание через нос. Выдох через нос. Через рот мы только едим и пьем. А через нос дышим. И в жару, и в холод. И это хорошо. Кстати, сколько? Ну вот уже за час. За час я прошел 5 с лишним километров. Обычно у меня выходит 4 с чем-то километра. А вот когда темпика прибавил, и самое важное, чтобы это было не то, чтобы вы, как бы сказать, себя заставляете. А чтобы вы ходите, ходите, ходите. И вдруг вам захочется пройти побыстрее. И это как-то не в нужду, не в напряг, а в радость. Пойдете, все нормальненько. Все движется вот. 5 километров 150 метров. Ну, дойду до машин и поеду. Вот такие-то вещи. Продолжение следует...